МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Курган.ру в студии Елены Шевкуновой. В Кургане сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Так очередной крупный пожар унес жизни целой семьи. Ночью 15 мая возгорание произошло в шестиквартирном жилом доме номер 157 по улице Урожайная. 32 спасателя больше часа справлялись с огнем. При тушении обнаружили тела трех человек, среди них 15-летний подросток. Их личности установлены на месте. Управление Следственного комитета по Курганской области проводит доследственную проверку. Причина возгорания устанавливается. В рамках проведения доследственной проверки установлено, что погибшие проживали с семьей в одной из квартир указанного дома. В момент пожара все люди находились в одном помещении. В Кургане террористы захватили 27-ю гимназию. Взяли школьников в заложники, одев на них пояса шахида. По такой легенде в учебном заведении прошли антитеррористические учения. Сотрудники силовых структур спасли детей и уничтожили экстремистов. За штурмом наблюдал Михаил Белокрылов. Заходим, заходим! Пошел, пошел, пошел! Быстрее заходим, заходим! На дверях кто? Не дай! В школе шел четвертый урок, когда на пункт связи частного охранного предприятия поступил сигнал с тревожной кнопки 27-й гимназии. При попытке войти в здание группа быстрого реагирования встретила вооруженное сопротивление. К месту происшествия незамедлительно прибыли спецподразделения силовых структур. Они подтвердили, преступники забаррикадировались в методическом кабинете. Готовь, быстро! Выбила штаб! К работе приступил оперативный штаб в Курганской области. Его решением территорию города объявили зоной проведения контртеррористической операции. На место происшествия направились подразделения постоянной готовности. Взрывотехническая группа у ФСБ, следственно-оперативные группы и переговорщики. 900 школьников и персонал учебного учреждения немедленно эвакуировали. Обязанности педагогического состава, конечно, эвакуировать детей в первую очередь. Они должны иметь при себе списки детей, отметить всех отсутствующих, объяснить причину отсутствия и сопроводить детей до места дислокации. Сейчас я им выделу свои требования. Террористы выдвинули требования политического характера. Несмотря на предпринятые оперативным штабом исчерпывающие меры, урегулировать ситуацию переговорным путем не представлялось возможным. И поскольку действия террористов становились все более агрессивными, а место удержания заложников было заминировано самодельными взрывными устройствами, руководитель контртеррористической операции принял решение о начале штурма. Работа оперативного штаба сегодня была очень осложнена тем обстоятельством, что мы взяли такой серьезный объект массового пребывания, как гимназия номер 27. Объект очень своеобразный, конструктивно исполнен уникально по городу Кургану, поэтому приходилось готовить мероприятие именно в такой обстановке без возможности поиска объекта дублера. Силами спецназа ФСБ, МВД, наркоконтроля, погрануправления и службы исполнения и наказания здания взяли штурмом. В ходе перестрелки террористы ранили нескольких силовиков. В кабинетах и холле произошло возгорание. После проведения оперативно-боевых мероприятий сотрудники спецподразделений обезвредили три самодельных взрывных устройства. Группа ликвидации последствий теракта потушила пожар и эвакуировала пострадавших с использованием спецоборудования. По оценке руководства целей мы своих достигли, отработали на практике все мероприятия, начиная от эвакуации учащихся и преподавательского состава, и затем развертыванием группировки с целью дальнейшего пресечения теракта. Все задачи в общем-то выполнены. В Курганской области эксперты отмечают неплохие достижения и высокие показатели в социально-экономическом развитии за прошлый год. Однако впереди еще много работы. Перспективы развития обсудили участники годового собрания Союза предпринимателей и промышленников. В настоящее время правительство региона оказывает государственную поддержку многим предприятиям за Урале через предоставление налоговых льгот, включенных в сводный реестр инвестиционных площадок. На сегодня в список включены 18 организаций. Наше видение, оно может быть и отличается от вашего. Но при этом мы партнеры, мы партнеры и в социально-трудовых отношениях, и в социально-экономических отношениях. И в этом партнерстве еще раз вас заверяю и хочу, чтобы диалог, который бы мы выстроили, он был максимально открытым, максимально полезным, максимально эффективным для каждого из присутствующих в этом зале. Правительство области не раз подчеркивало, что готово поддерживать промышленников региона. Об этом говорит работа в двух новых направлениях, которые уже реализуются в полном объеме. Одно из них – развитие кластеров. В частности, кластер производства трубопроводной арматуры в территориально-отраслевой комплекс «Новые технологии арматуростроения». Работа пока только начата, но перспектива у этой работы достаточно широкая и хорошая. На сегодняшний момент у нас уже есть поддержка и на федеральном уровне. Надеемся, что с этой помощью мы реализуем создание территориально-отраслевого кластера, что станет примером и для других промышленных предприятий находить в объединении плюсы. Второе направление – подготовка кадров. Курган-технопарк разработал программу «Школа инновационного предпринимателя» для обучения аспирантов и молодых ученых. В ней могут принять участие сотрудники промышленных предприятий, имеющие собственные разработки. Елена Шевкунова, Александр Киселев, информационное агентство Курган.ру О чем пишут региональные и федеральные интернет-издания, смотрите в рубрике «Печатный вестник». Ежегодно 15 мая по решению Генеральной ассамблеи ООН во всем мире отмечается Международный день семьи. Пишет РИА Новости. 2014 год – 20-я годовщина этого праздника. Поэтому тема в этот раз звучит так. Роль семьи в процессе развития человечества – Международный год семьи плюс 20. В Российской Федерации этот день отмечается с 95-го года. А в 2008-м указом президента был объявлен Годом семьи. Он проводился в рамках масштабной государственной программы, направленной на укрепление Института семьи. Правительством был принят пакет документов, определяющих объем и порядок финансирования различных социальных программ. В частности, в 2013 году Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому единовременная выплата награжденным орденом родительская слава составляет 100 тысяч рублей. Новые правила распространяются на родителей или усыновителей, награжденных орденом с 1 января 2013 года. В Курганской области начал работу новый состав Совета молодых ученых и специалистов «Читаем» на сайте правительства области. 18 аспирантов, научных сотрудников и ученых из 8 учреждений науки и образования Зауралья будут разрабатывать и предлагать варианты решения вопросов участия молодых ученых в федеральных проектах социального обеспечения. Члены Совета определили представителей, которые 22 мая примут участие в областном конкурсе научных работ студентов и аспирантов. Также обсудили вопросы участия в форуме «Молодежи. Утро». Замгубернатора Курганской области, директор Департамента экономического развития, торговли и труда Сергей Пугин отметил, что правительство Зауралья готово совершенствовать меры, которые будут направлены на повышение инвестиционной привлекательности региона и конкурентоспособности научных проектов молодежи и заверил, любые конструктивные начинания молодых ученых будут рассмотрены правительством области, а лучшие начинания будут реализованы. Электронная версия областной газеты «Новый мир» пишет о ситуации с клещами. За весенние месяцы от их укусов пострадали уже 600 человек. Случаи зарегистрированы практически во всех районах, исключение составляет только половинский. Заболевших клещевым энцефалитом пока нет, но зарегистрирован первый случай клещевого боррелиоза у жительницы Кургана. В настоящее время проводятся мероприятия по очистке территории от мусора с последующей корицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и прочих территорий за счет средств областного бюджета, а также за счет средств собственников и арендаторов. Специалисты предупреждают, сегодня наблюдается интенсивный рост активности клещей, а значит нужно соблюдать меры индивидуальной защиты. Молодецкие забавы, блюда, казачьи кухни и прогулка с Тимофеем Невежиным. Такой праздник состоится 24 мая в день славянской письменности на территории парка Царево-Городище. Какие еще изюминки приготовили организаторы, узнаете из сюжета. Фестиваль казачьей культуры потомки Ермака пройдет в культурно-историческом комплексе парк Царево-Городище, который расположен в микрорайоне энергетики. Праздник состоится в день славянской письменности. В Кургане по инициативе Ассоциации библиотекарей такие масштабные гуляния проводятся с 2008 года. Мероприятие ожидается очень интересное, красочное, я бы сказал, на историческом месте в городе Кургане. В прошлые года местом проведения праздника был и Курганский Арбат, и торговый центр, и городской сад. В этом году организаторы остановились на месте возникновения столицы Зауралия. Главная цель подобного мероприятия – восстановление исторических и культурных связей времен и поколений. Именно славянская письменность и славянская культура сохраняют традиции славянских народов, в том числе русского. В этом году проводим День славянской письменности культуры уже в формате фестиваля. Фестиваль о казачьей культуре. Формат фестиваля казачьей культуры в этом году выбран не случайно. Именно казаки первые, которые пришли за Урал, и первые являются носителями и хранителями русской культуры, русских традиций. Поэтому в этом году мы выбрали такой формат. В программу фестиваля войдут мастер-классы глиняной лепки, театрализованная экскурсия «Прогулка со слободчиком Тимофеем Невежиным» и концертная программа «Гуляй, казак», где развернутся молодецкие казачьи забавы, катание на лошадях и проба традиционного казачьего блюда «Кулеш» для всех гостей праздника. Торжественное открытие мероприятия состоится в 12 часов. Марина Белкина, Василий Малухин, Александр Киселев, Александр Немков, информационное агентство Курган.ру. В Курганском городском саду с 16 мая начинает играть живой оркестр. С шести вечера горожане смогут абсолютно бесплатно насладиться вальсами, романцами и другими знакомыми мелодиями. Такие музыкальные вечера планируется проводить каждую пятницу и субботу. Все началось со встречи главы Зауралия Алексея Кокорина с ветеранами, на которой они предложили задуматься о выступлении духового оркестра в городском саду. Пожелания ветеранов были услышаны. «Это преподаватели Курганского областного музыкального колледжа, преподаватели детских музыкальных школ города Кургана. В общем, все музыканты, профессионалы. У нас сейчас, в данный момент, коллектив насчитывает 16 человек. Вот. Собственно, это говоря, вся партитура духового оркестра, начиная с самого высокого флейты и кончая с самым низким, это тубой. Все инструменты здесь представлены. На этом я прощаюсь. С вами эфир продолжит программа Дарьи Федерягиной «Удачи на даче», а также очередной выпуск проекта «Мисс Курганру». Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Буфет. Итальянская кухня с русским акцентом». Паста, пицца. Возьми с собой или закажи доставку на дом. Ммм, буфет. Буэн аппетита. Самые желанные бренды. Скидка 25% 16, 17, 18 мая. Улица Томина, 45. Сезон рассады настает. Европа вновь к себе зовет. У нас обилие цветов. Петунья разных ей сортов. Виола, сальвия. А роз от белых и до черных грез. Профессиональные фотосессии на любой вкус. Тематические, свадебные, школьные, портретные и ретро-фотографии. Студия-фотография номер один. Останови мгновение в прекрасном исполнении. Магазин модной одежды Антонио. Карла Маркса, 93. Чистая, превосходная, питьевая вода природная. Ждет вас в наших новых магазинах. Куйбышева, 42А. Карбышева, 5-1. Пейте на здоровье. В свадебном салоне «Виктория» детские нарядные платья на выпускной по самым привлекательным ценам. Улица 1 мая, 10. Магазин «Детский мир», 1 этаж. Спиннинг, термос, снасти, посуда. Так, чего-то не хватает. Вот теперь к рыбалке готов. Велес. Ваш верный спутник. Чудо-лопата. Садово-огородный рыхлитель «Крот». Предназначен для перепопки земли с одновременным рыхлением. По сравнению с обычной штыковой лопатой, выше производительность, гораздо меньше прилагаемых усилий, минимум нагрузки на руки и спину. Всего за 1 999 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. Только в мае. Закажи чудо-лопату «Крот» и получи ручной садовый «Ямабур» в подарок. Ты настоящий профессионал. Ты знаешь свое дело и любишь его. И ты ищешь работу. Рубрика «Работа» в газете «Зауральский курьер». Огромный выбор вакансий для всех. Пора за работу с «Зауральским курьером». Пришла на улице весна. Реклама снова всем нужна. Эффект умножить два сто крат. Двухдневным бонусом в рогат. Подробности узнавайте на точках приема рекламы. Очень часто, снявшись для парочки журналов, модель уже начинает сменить себя суперзвездой. Начинаются опоздания и появляются новые требования. А заканчиваются такие выходки довольно плачевно. Зазвездившуюся лишают проекта. Ведь найти замену не так сложно. Главным образом учитывается стойкость и желание работать в любых условиях. Так что, если тебя не признали нимфой или суперзвездой, то выпендриваться не стоит. А Татьяна Боитова совсем еще и не выпендривалась. Девушка только в этом году осознала всю свою красоту и отправилась покорять городские конкурсы красоты. Для сегодняшней фотосессии Таня выбрала образ сладкой девочки, королевы сладостей и сумасшедшего сладочника. В общем, не смогла красавица определиться с названием. Ну, во-первых, я сама очень люблю сладости. И я люблю все ярко. Этот образ, видите, очень яркий. Я решила сделать в таком стиле. А зачем тебе посох? Ну, посох – это часть образа. Я его вчера сама делала. Прикручила на него ленточки, чтобы он был такой яркий. И он мне помогает. Посох помогал. Вот за тебя я смотрю на голове корона, посох. То есть ты что, королева сладости или ты просто сладость? Сумасшедший сладочник. Татьяна, не слишком ли вы сладкая для нашего шоу? От сладкого, как известно, портится фигура, да и не только. Или все-таки девочка-конфета – именно то, что нужно для красы России? Ну, я думаю, вообще у всех девочек шансы равны. Здесь не во внешности делать. Здесь кто как себя уже покажет, кто как себя проявит. Когда Европа аплодирует бородатой женщине, на нашем проекте зажигает усатая красавица. Ну, я хотела показать то, что, ну, сама по себе я хрупкая такая девушка. И то, что я могу показать себя, что я могу быть брутальным мужчиной, но при этом все равно присутствует атрибутика женственности. Это, например, то, что я на шпильках. Ну, как ты свою работу оценишь сегодня? Да, я думаю, нормально, хорошо. Почему? Потому что необычно. Потому что я не выглядела как торт, как некоторые. Много-много-много всего. Это намек на девочку, которая была королевой сладостей? Да. Видимо, у Юли свело зубы от такой сладкой сладости. А может, просто проснулся дух соперничества? А вот Ксения Пылкова – совсем не воинствующая натура. Юная писательница считает, что люди должны во всех ситуациях оставаться людьми. Видимо, поэтому Ксения выбрала для фотосессии образ киллера. Очень гуманно, не правда ли? Ну, этот образ является полной противоположностью моим жизненным убеждениям, и я решила попробовать что-то новое. А если образ не соответствует моему внутреннему миру, тебе будет сложно его изображать, наверное, или как? Ну, думаю, нет. Мне легко перевоплощаться во что-то новое, меняться. То есть у тебя уже был опыт фотосессии, там, изображала Лешева, там, Кикимор? Нет, но я легко это могу сделать. А как ты считаешь, дружба на проекте нужна? Я думаю, да. Это будет поддержкой, во всяком случае. Хоть какой-то маленькой поддержкой. За психологической помощью нужно приходить на конкурс «Краса Курганру». Почему-то такое мнение сложилось у наших участниц. Но не будем забывать, что это всего лишь начало пути. И, как показывает прошлогодний опыт, чем ближе к короне, тем меньше подруг. Как будут развиваться дальнейшие события, увидим уже завтра. Знаете, в чем секрет красоты и бодрости наших участниц? В том, что на каждом испытании им помогает природная минеральная вода «Свежесть». Пейте и вы «Свежесть» равномерно в течение дня, если хотите выглядеть так, словно минуту назад сошли с обложки глянцевого журнала. Рады сообщить вам, что в городе новая, яркая и сочная коллекция обуви. Сезон «Весна-лето» 2014. Торопитесь в магазины Франческо Донни, Лизет, Ральф, Эвита, Айдини, Зенден, Планета обуви, Монро, Баден и Калипсо. Наши девушки всегда на связи. Благодаря новой услуге акция «Супер СМС» от оператора сотовой связи «Мотив». Акция «Супер СМС» создана специально для тех, кто ежедневно отправляет много коротких сообщений своим друзьям и близким. Цена одной СМС на номера абонентов «Мотив» и других операторов России составляет всего лишь 35 копеек. Не считай СМСки, подключай акцию «Супер СМС». Акция «Супер СМС» 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это одно из самых главных правил Если отступаем в какую-то сторону, значит получится брак Почему скважины песочат, прокачивать их надо? Скважина, если она существует, особенно из этой трубы, 50 лет ей ничего не будет В арсенале фирмы имеются как крупногабаритные машины для бурения, так и малютки, которые смогут заехать даже в самый компактный дворик А подсказать, возможно ли добыча воды именно в вашей местности, вам помогут грамотные специалисты Совсем скоро на Заурале свои жаркие лучи опустит летнее солнце Для полноценного дачного отдыха в загородном доме нужно избавляться от душного воздуха и пускать в помещение свежий, прохладный Как создать комфортные условия в доме и при этом сэкономить деньги, нам рассказали в фирме Климат-контроль Пластиковые окна в домах препятствуют проникновению свежего воздуха в помещение И естественная вентиляция отсутствует Для этого нужна вентустановка, принудительная вентиляция Основным преимуществом вентиляционных установок является их экономия как электрической, так и тепловой энергии Эти вентиляционные установки по-своему уникальны Дело в том, что они требуют в разы меньше электроэнергии, а освежают воздух в помещении не хуже любого кондиционера Суть вентиляционной системы заключается в том, что она забирает теплый воздух из помещения и им же обогревает приточный с улицы Таким образом, дополнительная электроэнергия на обогрев воздуха, поступающего в дом, не требуется Разве что по желанию Еще в таких вентиляционных установках регулируется скорость подачи воздуха А на специальном пульте можно выставить время начала ее работы Заказать вентиляционную установку для вашего дома можно в торговом центре Пушкинский на первом этаже И тогда климат вашего дома всегда будет под контролем Когда в этом месяце ожидаются выходные для дачников, подскажет лунный календарь Май чуть ли не самая горячая пора в садово-огородных делах Обилие праздников и теплая погода нам так и шепчут Пора на дачу Правда, с головой погружаться в посадки, полив и обработку саженцев не стоит Лунный календарь рекомендует сделать выходные в дачных делах 21 и 31 мая А вот засучить рукава лучше 22, 28 и 29 Это время, как нельзя кстати, подойдет для высадки корневой петрушки, редиса, летней редьки, салата и томатов Еще больше подробностей вы, как всегда, сможете узнать на сайте Курган.ру в разделе «Удачи на даче» Партнер рубрики «Лунный календарь» фирма Сады Зауралья Саженцы с открытой и закрытой корневой системой, выращенные в зауральском климате и полностью готовые к посадке в грунт Идеальный вариант для вашей дачи Приобрести такие деревья можно в Корчевской роще в специализированном магазине фирмы Сады Зауралья На центральном рынке, а также микрорынке Некрасовский Наступают погожие весенние деньки Самое время отправиться на дачу или на природу Правда, позаботиться нужно не только о себе, но и о самых маленьких Например, установить на дачном участке детский игровой комплекс Лесенки, канаты, качели и даже детские тренажеры Все это вы можете найти в магазине «Чемпион» по очень приятной цене Всего от 4,5 тысяч рублей Как показывает практика, они придутся как раз по душе маленьким непоседам В основе таких изделий металлические конструкции Они позволяют надежно захребить игровую площадку так, что за безопасность ваших чат можно не беспокоиться Помимо этого, здесь можно приобрести все для того, чтобы отправиться в поход всей семьей или большой компанией Двухместные палатки от 1 990 рублей Тенты с москитной сеткой от 2 290 и многое другое по не менее приятным ценам В магазине «Чемпион» вы найдете огромный ассортимент оборудования для активного отдыха и туризма Это и детские спортивные комплексы, и походный инвентарь Причем по очень привлекательной цене в наших магазинах также действует гибкая система скидок Адрес магазина «Чемпион» Гоголя 109 А из нашей следующей программы вы узнаете, какое летнее блюдо наиболее популярно на даче А еще какие растения категорически запрещено высаживать в первой половине июня Удачи на даче! В магазинах «Бэйби Бум» от мамы к маме Мир детских колясок Огромный выбор кроваток, колясок и автокресел Все для вашего малыша Мы набрали высоту Приятного аппетита На линии 6 А Чебаркульского не было? Угу Садимся в Чебаркуле В ожидании по-настоящему вкусного Чебаркульская птица Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Валерия Горных Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «От мамы к маме», «Мир детских колясок» и «Бэйби Бум» Коляски, кроватки, автокресла и многое другое для вашего малыша Спонсор прогноза погоды – Чебаркульская птица Всегда натуральная продукция птицефабрики сделает ваши будни вкусными, а праздники – незабываемыми Чебаркульская птица – с нами вкусно в любую погоду А теперь о прогнозе синоптиков В пятницу в Зауралии прорвется холодный атмосферный фронт Сопровождаемый канонадой гроз с порывистым ветром, грядой кучево-дождевых облаков, проливающихся интенсивными ливнями В Тюмени – плюс 24-26, без существенных осадков В Челябинске – 28-30, Екатеринбурге – 22-24, возможен кратковременный дождь, местами гроза В Кургане переменная облачность, без осадков Ветер юго-западный – 1,6 м в секунду, температура воздуха – плюс 16-18 Днем в Кургане облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза Ветер северной четверти – 4,9 м в секунду, порывистый, температура воздуха – 27-29 Атмосферное давление будет меняться мало 16 мая солнечная активность и геомагнитное поле спокойные На этом я прощаюсь с вами, всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Кургане! Добро пожаловать в Кургане!